Десять часов площадки торговой промышленной палаты. Открываем с вами четвертый общероссийский бизнес-форум Комитет-Парк России, он третий на площадке торговой промышленной палаты, но четвертый готов по счету, потому что первым мы когда-то начинали такой форум в Липецке, но потом все это переместилось уже в этот зал, в зал торговой промышленной палаты. Собрались специалисты, которые занимаются технопарками, которые занимаются вопросами обращения к коммунальных отходам, и мы прекрасно с вами понимаем, что на ту площадку, на которую, точнее, на тот путь, на который встал Россия по высокотехнологическому, высокотехнологичному обращению отходов, это, как говорится, только начало пути. Путь длинный во многих странах, где очень хорошо все это уже выстроено, работала система 20-30 лет, чтобы достигнуть того совершенства, которое на сегодняшний день есть. Поэтому, когда мы собираемся, когда вы собираетесь на одной площадке, профессиональное сообщество, и делитесь опытом, показываете те достижения, которые совершены за последние 4 года, это очень интересно, потому что интересно, каким образом накапливается опыт, каким образом накапливаются средства для решения тех глобальных вопросов по утилизации твердокоммунальных отходов, которые от жизнедеятельности человека появляются на территории Российской Федерации. Мы сегодня знаем, что большое количество жителей страны вообще той реформы по утилизации твердокоммунальных отходов недовольны. Многие территории России завалены мусором, поднят довольно высоко ценник, или с квадратного метра, или с одного человека. Люди не до конца не понимают, почему именно так стало дорого. Мы с вами на многих конференциях уже говорили, что население вообще не понимало, сколько стоят твердоподовые отходы, как раньше они назывались. А тут вдруг появилась новая строчка в платежном документе, как твердокоммунальные отходы с огромной цифрой. Потому что раньше эта цифра была спрятана в содержании общего имущества, квартирного дома, или вообще никто не замечал, как в товаре, скажем так, существует какая-то сумма средств, которая должна быть направлена на утилизацию упаковки, утилизацию всего того сложного, что сегодня нам доставляет с вами комфортное пользование теми ныне иными товарами. Та стратегия, которая есть, она подразумевает, что к 2030 году 80% ДКО должны уже утилизовываться по высокотехнологичным системам. И практически, как я всегда говорю, мусор в конечном счете должен стать товаром. То есть бутылку употребил вместе с какой-то вкусной жидкостью в конечном счете, потом эту переработанную бутылку получил обратно с новым товаром. Это довольно сложная система, потому что мы в России и в Советском Союзе, если вспомнить 30-летнюю практику, как бы имели некие системы, но вместе с тем они в современном мире очень плохо стали работать. У меня есть предложение на сегодняшний день. Вы все получили программу, но сразу вам скажу, что программа уже до конца соответствовать выступающим не будет, потому что, как всегда, жизнь накладывает свои отпечатки, а программа печатается заранее, и вы никуда не денешься. Я хочу вам зачитать обращение от Сергея Николаевича Катерина, президента Палаты, Торгого Промышленной Палаты Российской Федерации к нашему 4-му общероссийскому бизнес-форуму. От имени Торгого Промышленной Палаты Российской Федерации приветствую участников 4-го общероссийского бизнес-форума «Экро-технопарки России». Форум предполагает решение острых вопросов увеличения объемов, переработки и утилизации отходов путем создания технологических парков по обращению и переработки коммунальных отходов и промышленных отходов в России. В этой серьезной и востребованной работе необходимо совместные усилия властных структур, общественных организаций, научных и экспортных кругов. Экспорты ТПП России принимают активное участие в содействии реформирования отрасли, обращения с отходами в Российской Федерации и изучении российского и зарубежного опыта и технологий в области обращения с отходами, возможности их широкого применения в российских условиях. Важно, что форум проходит период проведения масштабной реформы обращения с ТКО. Большинство регионов уже перешли и действуют в новых условиях работы, применяются новые методики определения тарифов, внедряются территориальные схемы и новые технологические решения для переработки отходов. Диалог по актуальным профессиональным проблемам позволит укрепить взаимодействие органов власти, деловых и научных кругов, общественности, рассмотреть динамику развития существующих экотехнопарков, экотехнопарков, новые проекты и формы экотехнопарков, технологии переработки в них различных отходов, как в России, так и в мире, поможет выработать сбалансированные подходы к решению назревших экологических проблем. Убежден, что нынешний форум пройдет в благотворном и созидательном ключе, будет содействовать повышению экологической безопасности, совершенствованию нормативно-правовой базы, формированию зеленой экономики в нашей стране. Поможем запустить востребованные проекты и инициативы по перспективному развитию отрасли, по переработке отходов. Желаю всем участникам форума успешной эффективной работы и конструктивных решений. Президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Николаевич Катырьев. После этого приветствия я хочу предоставить слово для приветствия Екатерины Косолевой, Екатерине Валерьевне Косолевой, управляющим партнером Центра профессионального образования, парадигма и руководителю Центрального издательского дома отраслевые ведомости. Пожалуйста, вам слово. Делай. Я думал, что вы со мной в президиуме, а вы бы на первом ряду. Я на вас смотрю, в первом ряду. Здравствуйте, дорогие гости и друзья. Хочу приветствовать вас на четвертом общероссийском бизнес-форуме Екатерина Парки России. Здорово видеть почти полный зал, и я знаю, что еще на ресепшеме есть люди, которые сейчас составят нам компанию. Здорово, что нам удалось собрать столько специалистов, неравнодушных к проблеме обращения с отходами. В этом году форум у нас проходит четвертый раз, и этот форум немножко отличается от предыдущих. Во-первых, у нас расширилось количество организаторов форума. Это не только комитет торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере живущего и коммунального хозяйства. Это, кстати, именно торгово-промышленная палата Субастового Мотокзала, и председатель комитета Андрей Вячеславович у нас сегодня модерирует весь первый день. Также это Европейско-Российская бизнес-ассоциация ЕРВА, традиционный организатор Центра профессионального образования Украина и журнал ТПО «Прощение с отходами». Кроме того, этот форум отличается от предыдущих тем, что он стал крупнее, увеличилось количество сессий, количество докладов. У нас больше 60 докладов в этом году. Надеюсь, вам будет интересно. Также мы решили, звучали пожелания участников предыдущих мероприятий и сделали в этом году акцент в программе на конкретных технологиях, предназначенных решениях, успешных практик российских и западных. Особенно это будет видно во второй день мероприятия завтра. Так что буду рада, если все получится. Уверена, что вам будет интересно. Буквально час назад мы узнали, что у министра природных ресурсов к экологии Российской Федерации Дмитрия Николаевича Кабылкина в последний момент изменялся рабочий график. Прямо сейчас он не сможет к нам приехать на приветственный разговор, как и обещал. Поэтому я засчитаю приветственное слово от него, но мы продолжаем его ждать на нашем мероприятии. Уважаемые организаторы и участники, приветствую вас на 4-м общероссийском бизнес-форуме «Экотехнопарки России». Рады заметить, что основной акцент мероприятий сделан на одной из сложнейших рекорд, реализуемых в нашей стране в рамках национального проекта «Экология» — комплексная система обращения с твердыми коммунальными обходами. Старт реформы дал мощный толчок для создания совершенно новой для России отрасли, показал эффективность применяемых мер и вывел ожидаемые проблемы в системе. Стало ясно, что для ключевых перемен нужно время. Тем не менее, по итогам первого года реализации нацпроекта мы можем говорить о результатах. Налажена работа региональных операторов, определены болевые точки инфраструктуры в субъектах ОРЁ. Идет процесс формирования единой федеральной схемы по обращению с отходами. К 2024 году нам предстоит построить 220 новых современных комплексов. В начало национального проекта «Экология» заложила основу новой экологической культуры в стране, затронула все слои населения, вовлекло социально-ответственный бизнес, власти, всех уровней, общественно-экспертной организации. Это важный флаг экологической кружище, здоровье нашей нации. Однако подчеркну, нельзя добиться высоких результатов без консолидации усилий, без поддержки реформы в каждом населенном культуре России. Уверен, что бизнес-форум подслужит обмену передовыми решениями, управленческими инициативами и кооперацией отечественных производителей, что позволит нарастить мощность реализации реформы обращения с отходами. Нам нужно жить в чистой стране, и мы больше не можем откладывать эту цель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Николаевич Павлович. Итак, я отправляю, форум открытый, начинаем. Спасибо большое, хорошее обращение. Вот интересно сегодня в течение пленарного дня, потому что весь день сегодня будет пленарный, завтра день весь будет секционный, и у вас есть программа-форума у каждого, и четко есть аудитория, и те темы, которые будут заслужены и на пленарном, и на секционном заседании. И очень интересно, конечно, посмотреть, какая динамика за последние годы, что нарастилась. Потому что, участвуя в различных телевизионных шоу, я могу сказать, что критика реформы по утилизации твердых коммунальных отходов со стороны населения не уменьшается, она увеличивается. Значит, это говорит о том, что все, кто задействованы в этой реформе, рекоператоры, которые должны четко работать, уже было бы, хотелось бы, они все пробуксовывают, и, увы, то обращение, которое мы получаем от министра, оно не совсем поддерживается, и мы его видим на каких-то локальных местах нашей России. Я слово хочу предоставить Титову Павлу Борисовичу, президент деловой России, представитель Совета директоров ОАО «Право-Люнсу», ну, наверное, второе можно было и даже и не называть, потому что это очень вкусно, да? Хотел бы все это выпускаете в такой даре, которую тоже нужно утилизовывать, там, да? И довольно-то сложная утилизация, насколько я знаю. Ну, давайте все, если я в составляющем упаковке, давайте все-таки, как президент, да? Да, я, я, пожалуйста, да, сейчас организация... Доброе утро, коллеги, спасибо большое за приглашение, спасибо организаторам за такую форму, в таком уровне. Ну, я хотел сказать то, что мы, как страна, с вами встали на достаточно правильный путь к циклической экономике. И правильный отход к обращению с отходами – это самое, наверное, важное, что есть вот на пути вот к нашим циклам, да? Поставлены очень серьезные цели наши национальные нацпроекты, это 24, если нет, 36 процентов. Утилизация и аж 60 процентов проходки твердых отходов, это и в 2004 году. Время мало. Я уверен, что мы это никогда не добьемся без участия частной инициативы и частного бизнеса в данном проекте. И мы видим, что на самом деле те, кто сегодня собрались, намного лучше понимают в том, в чем нуждаются данные отразы, и всегда это будет частная инициатива. Я бы хотел все-таки подчеркнуть то, что, наверное, все-таки первая проба мусульной реформы, мы уже все признали, что она была не уточной. И очень часто мы слышим мнение, что, наверное, потому что они спросили, в общем-то, тех участников рынка, которых должны были спрашивать. И вот такие форумы, они, собственно, и дают возможности тот грубор вам, дорогие коллеги, которые могут выставиться и, в общем-то, сказать зачастую ей, что конкретно надо. Для того, чтобы, в общем-то, наша цель, путь к цитрической экономике был гладкий и быстрый. Правильно вы поминули то, что на самом деле мы не должны изобретать прорисов. Есть страны, которые очень удачно и шли к этому 30 лет. Но только потому, что они шли к этому 30 лет, нам надо идти к этому намного быстрее. Поэтому сегодня бы я хотел пожелать два очень продуктивных дня. Приходите на наши сессии. Будет очень интересно. Мы расскажем о подходе к деловым растениям наших членов. Мы являемся большим носителем экспертизы в отрасли переработки торговых отходов. Мы также ведем очень плотный диалог со всеми профильными министерствами. И не только с Минприродой, но также и Министерством экономики, которое должно очень быстро подключаться к данному процессу, если мы смотрим на цель не просто как мусорная реформа, а в общем циклической экономики в целом. Спасибо. Продуктивного дня вам. Спасибо большое. Спасибо. 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 Уважаемые дамы и господа, от имени посольства Федеративной Республики Германии в Российской Федерации рад приветствовать участников и гостей 4-го общероссийского бизнес-форума «Экотехнопарки России» и выражаю организатором форума благодарность за предоставление возможности выступить с приветственной речью. Сотрудничество в области обращения с обходами является очень важной частью германо-российского экологического сотрудничества. Правительство Германии гордится этим сотрудничеством, которое началось еще в 1992 году. Германия при этом особенно интересуется проектами, которые позволили бы противодействовать изменению климата и снизить эмиссию парниковых газов. В связи с этим обращение с обходами для нас очень значимая тема, так как является важным фактором ограничения изменений климата. Мы знаем, что глобальное потепление в значительной степени связано с выбросом метана в атмосферах, и что примерно четверть этих выбросов приходится на мусорные свалки. То есть, говоря глобально, откуда имел более отрицательный эффект на изменение климата, чем авиаперрухский. В Германии сокращение метановых эмиссий от мусорных свалок является одним из самых больших успехов реформ в области обращения с отходами, которые проходили на протяжении последних нескольких десятилетий. В 80-х и 90-х годах 20-го века Германия имела очень высокие показатели выбросов метана с мусорных полигонов, но теперь ситуация кардинально поменялась. Это в значительной степени связано с тем, что мы стараемся в целом сократить долю отходов, которые в итоге попадают на мусорные полигоны. На данный момент нам удалось сократить этот показатель до 20%. Но на это потребовалось очень много времени. В Германии движение в сторону улучшения системы обращения с отходами началось в 80-х годах прошлого века. Большинство необходимых для этого законов было принято в 90-х годах, и работа в этой области по-прежнему продолжается. Большими вызовами остаются очень высокие объемы мусора, приходящихся на человека, и проблема рециркуляции пластиковых отходов. Многодняя реформа обращения с отходами в Германию показала, что достижение прогресса в этой области является задачей для всего общества. Каждый гражданин, каждая компания, каждое учреждение должны в этом участвовать. А государственные структуры на федеральном и региональном уровне создавать все необходимые для этого рамки. Нам удалось этого добиться, скомбинировав государственное регулирование, экологическое обучение, повышение сознательности и грамотности большей части населения, а также инновационные решения медицинских компаний и индустрии. Обе основы Германа российского экологического сотрудничества отражают именно этот подход. Во-первых, совместная программа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального Министерства окружающей среды охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов в Германии, которые курируются немецким обществом в одних международных сотрудничествах ГИИЦЭТ и направлены на консультацию российских стейк-фолдеров по вопросам регулирования и экологического образования. Очень рад сегодня видеть свою аудиторию коллег из компании ГИИЦЭТ. Во-вторых, готовность немецкого бизнеса активно предлагает свои инновационные решения российским партнерам. И в этой связи российско-германской внешне торговой палаты был создан сайт германтек.ру, объединяющий информацию по инновационным немецким компаниям в области обращения с отходами. Уважаемые дамы и господа, желаю всем участникам и гостям форума плодотворного диалога, активного обмена опытом и интересных дискуссий. В поиске важных для всех нас ответов накручиваем вопросы по комплексному обращению с отходами. Спасибо. Минпропитер при Минпромторге Российской Федерации. Спасибо. Пожалуйста, вам слово и давайте где-то в 15 минут укладываться. Хорошо? Всем наступающее. Как бы за это слово. Пожалуйста. Большое спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Коллеги. Я думаю, что мы с вами уже работая четвертый год, по сути дела, на мероприятии, которое называется Экотехнопарки Россия. Можем сказать, что тема экотехнопарков на сегодняшний день наконец-таки вышла законодательная, по крайней мере, уже на сегодняшний день, на сегодняшний день понятие экотехнопарки уже... Работает? Ну, мы будем вместе работать с главным специалистом. Хорошо. Главное, что вы посмотрите. Спасибо. Я представляю Центр экологической промышленной политики. Это федеральное государственное автономное учреждение, научно-исследовательский институт Центр экологической промышленной политики. Это подбедностное учреждение Министерства промышленной торговли. И это на сегодняшний день... Я думаю, что уже со многими знакомы, но я напомню... Спасибо большое. Центр экологической промышленной политики на сегодняшний день является бюро лучших доступных технологий. И так получилось, что наш институт был основан еще в 1976 году как всесоюзное институт вторичных ресурсов. И мы уже, так сказать, постоянно дискутируем, Дмитрий Вячеславович, с вами тоже дискутируем, когда мы говорим о длинный путь 30 лет. Да, но, единственное, я вот, имея опыт такой международной деятельности, работая в Центре Юнида в Российской Федерации и отрабатывая тему форумов по направлению 3Р, за самая цикличная экономика, которая была сказана коллегами, могу сказать, что очень много наших коллеги за рубежом в Германии, в Японии и других странах взяли из Советского Союза. И дело в том, что это говорили не мы, это говорят эксперты. Эксперт, об этом не было сказано в Японии, а когда я, в общем-то, удивился, я говорю, слушайте, ну ничего же особого-то нет в системе управления отходами. Единственное, что сделали. Сделали систему законов, и она работает. Они говорят, ну, у вас это, посмотрели, как работал госплан, как работал госплан, и они работали на самом деле, позволяя утилизировать до 80% всех отходов, которые образовывались в промышленности. На сегодняшний день экотехнопарки. Я, с вашего позволения, хочу все-таки сделать акцент на следующем. Говорить об экотехнопарках и говорить только о твердых коммунальных отходах, ну, было бы все-таки неправильно. По той простой причине, что твердые коммунальные отходы – это то, что, скажем так, у жителей на глазах происходит. Свалки – это то, что действительно все видят. Мусор – это то, что каждый день выбрасывают люди. Но только вся проблема заключается в том, что основное загрязнение происходит не от твердых коммунальных отходов. Основное загрязнение происходит от промышленных отходов, которых в разы больше, чем твердых коммунальных отходов. Поэтому мы говорим о комплексном подходе, говоря об экотехнопарках. Но, понятно, эта тема такая обширная. Что на сегодняшний день с экотехнопарками? Впервые понятие «экотехнопарк» здесь в стратегическом документе появилась стратегия развития промышленности о переработке отходов на период 2030 года. Стратегия была принята 25 января 2017 года. И там мы внесли вот это вот понятие «экотехнопарку» как именно совокупность объектов, вот тут левая сторона, которые объединены между собой различными связями. Это объекты, это объекты, это по сути дела экоиндустриальные кластеры, в которых находится не только муниципальное и коммунальное предприятие, в которых находится и промышленные предприятия. И эти предприятия могут обмениваться ресурсами. Это вода, это замкнутые системы, система по водоснабжению, это тепло, это отходы, которые являются отходами одного предприятия, становятся продукцией для другого предприятия. Это и есть «экотехнопарк». Немножко так получилось, что мы сделали кальку «экоиндустриальные парки», то есть «экоиндустриальные парки», но понимая, что это действительно те самые кластеры. У меня в докладе заявлено, значит, что несколько по международному опыту, с вашим позволения, для того, чтобы показать, как там хорошо, а просто, конечно, мы все равно смотрим, естественно, на то, как там решаются эти вопросы. Так вот, «экоиндустриальные парки», «залопешок» — это предприятия, представляющие себя промышленные системы. То есть предприятия, которые обмениваются материальными потоками, которые имеют общую инфраструктуру, которые могут пользоваться совместными услугами. Это и есть промышленная системы. У нас это сузило сейчас пока, по крайней мере, в понимании о больших твердых коммунальных отходах, но мы все равно понимаем, что будет принято понятие «экотехнопарка». На настоящий момент законопроект об «экотехнопарке», пройдя все согласования Министерства, Государственного права управления, находится на сегодняшний день в правительстве, и 2 марта должна быть проведена комиссия по законодательной деятельности правительства для того, чтобы представлять законопроект будет Викторич Евтуфов, сам министр промышленности и торговли, старший секретарь. И мы очень надеемся, что этот законопроект будет внесен наконец-таки в Государственную Думу, чтобы быть принятым уже на уровне законодательства. Тогда уже, когда он будет внесен в Госдуму, мы доработаем, мы очень надеемся с депутатами, мы доработаем понятие «экотехнопарк», мы очень надеемся на поддержку торгово-промышленной палаты. Надеюсь, что там действительно нужно говорить, если кто-то обратил внимание, то Государственное правоуправление у нас поправило, что, значит, давайте будем говорить слово «отходы», материальные прокопления, почему? Потому что если отходы – это 89-е законы. Если, значит, сырьем, если это товары, если это промышленность, то это закон о промышленной политике, поэтому законопроект уносит изменение в закон о промышленной политике. Экотехнопарки должны появиться именно в законе о промышленной политике, равно как и вторичный ресурс, мы об этом будем говорить завтра. Экотехнопарки – это индустриальные кластеры. В мире их более 200 различных таких проектов, комплексных проектов. Есть те, которые уже на слуху – это Тацкий Колымбург, это Астерия австрийский и так далее, и так далее. И почему же мы говорим о том, что это правильно – формировать проект промышленного симбиоза? Что такое проект промышленного симбиоза еще в таком варианте? Это когда город, допустим, город – униципальное образование, когда они производят отходы, и эти отходы, они, пройдя через цепочку с городом, через те самые экотехнопарки, где происходит глубокая переработка твердокоммунальных отходов, дальше уже на предприятие промышленности направляется сырье. И дальше с этих предприятий промышленности опять в город идет что? Тепло, электроэнергия, почву грунты и готовая продукция. Вот это и есть тот самый, тот самый промышленный симбиоз, это и есть на самой экономической безопасности. И изучая опыт зарубежных, изучая опыт тех предприятий, которые работают за рубежом, изучая цифры. Почему же промышленный симбиоз – это хорошо? Мы увидели, что, смотрите, в промышленном симбиозе, коммунальной промышленной симбиозе, существует обязательно этот обмен ресурсами, и существует экономия, экономия тех самых вторичных ресурсов, экономия тепла, экономия электроэнергии. Сбросы и выбросы становятся меньше, потому что все это ходит в самую систему. То есть цифры показывают преимущество вот такого объединения перед простым линейным движением отходов от тех, кто производит эти отходы, и до свалки, так как мы, в принципе, сейчас и живем в нашей стране. Поэтому плюсы много, их очень много плюсов. Но должны быть созданы условия для того, чтобы эти самые вторичные ресурсы, которые образуются, чтобы они были использованы в инфраструктурных проектах, в дорожном строительстве, чтобы те вторичные ресурсы, которые образуются, которые отсортировываются, чтобы они были востребованы как на рынке, так и востребованы в рамках муниципального и государственного заказа. Экономика замкнутого цикла. Мы обычно привыкли к такую улиточку, да, красноцветную. Мы ее немножечко по-другому нарисовали, но, в принципе, понятно, что это и есть экономика замкнутого цикла. Коротко о той стране, о которой я упомянул, о Японии. Вот в Японии всего существует 26 вот этих вот кластеров на всю страну. То есть система построена так, что через цепочки подсортировки отходы уходят на вот эти вот кластеры, и уже в этих кластерах происходит глубокая переработка отходов и захоронение самого минимального количества. Вот такая система была рассчитана государством. Она была спланирована государством. Вместе с частным бизнесом и вместе с общественностью. То есть в чем плюс взаимодействия тех, кто строил вот эту вот систему? В том, что, скажем так, конкуренция между предприятиями, она началась потом, когда уже была построена система. Вот сделан системный подход. Ну, понятно, что первые индустриальные парки были образованы вокруг промышленных предприятий. Мы так получилось, что месяц назад вернулись из города Китокесю. Первый раз я был в Китокесю 10 лет назад. В 2010 году, поэтому такой вот знаковый год. То, что был в 60-х, то, что есть сегодня, город тот же самый. Место, с которого сделан снимок, то же самое место. Просто весь вопрос... Да, предприятия работают. Те же самые предприятия. Просто подход другой. Общественности, бизнеса, власти. Кем? Вот то сотрудничество, о котором мы говорим. Здесь очень много общественников, да. То есть общественность, которая говорит правильное, власти. Власть, которая слышит. Ученые, которые вынимают свои... Какие технологии нужно внедрять. Ну и, соответственно, бизнес, который внедряет те самые наилучшие технологии. Ну и вот это вот пример того самого экоиндустриального парка в Японии. Это то, о чем мы в основном здесь сейчас в России и говорим. Вот это, в нашем понимании, экоиндустриальные парки. То есть территория, на которой происходит переработка разных видов. Но для того, чтобы они туда попали, нужно пройти вот эту самую систему и соответствовать законам о ресурсосбережениях, которые работают в Ифоне. То, к чему мы должны в конечном итоге прийти. Ну и я специально хочу показать вот эту новость. В этом году, в этом году, мы говорим о международном области, мы говорим о том, что ежегодно в странах Юго-Восточной Азии проходит так называемый 3R-форум. В этом году 10-й юбилейный 3R-форум, который направлен на освещение вот этого темы экоиндустриальных парков для выполнения цели устойчивого развития пройдет в Российской Федерации. Одна из площадок будет торгово-провышенная палата. И мы очень надеемся, что будет значительное количество экспертов, будет 150 человек из 50 стран мира, которые будут здесь, работая в Москве, будут освещать их опыт. Но не для того, чтобы нас чему-то новым интерфейсом приехали, получили. Просто обменяться мнением. Как нам все-таки дойти до того, чтобы решить проблему от экономики со мной. Ну и к нашему российскому опыту. Вот самое главное. У нас проект «Экология», в рамках которого мы живем и о котором мы говорим. Замечательно, что есть национальный проект «Экология». Только проблема в том, что, к сожалению, у нас проект «Экология» не охватывает значительную часть отходов, которые на коколе, которые образуют свои жиры. И это очень большая проблема. И вот как раз те самые объекты промышленного симбиоза и обеиндустриальные парки. Они и как базовые инфраструктурные объекты могут помочь решить эту проблему. Проблему инокопленных отходов 3, 4, 5 класса и проблему пешегодно образующихся отходов. У нас проект «Экология» работает. Это действительно очень здорово, по крайней мере. А почему здорово? Понятно, что есть расчеты. Понятно, что есть вопросы, которые сложно решать. Но, по крайней мере, есть уже та самая, знаете, политическая воля. И это очень рано. Целевые показатели уже были сказаны, уже были озвучены. Единственное, на что хотелось попросить внимание. Отправить на обработку 60% отходов. Ну, здесь мне не дадут соврать коллеги, которые занимаются этим каждый день. Каждые сутки, вернее, круглосуточно. Мы давно работаем со многими. Они не дадут соврать 60% направить на те самые 220 заводов. Ну, проблематично, но возможно. Артёмович, я не ошибаюсь? Нет, не ошибаюсь. А вот 36% утилизации достигнут. Если не говорите о паркзаводах РТ-инвесторах. А мусорожигательных заводах. Вот это вопрос. То, что отсортируется на заводах сейчас. Опять же, думаю, мне не дадут соврать коллеги. Из-за цены, из-за непосредственности на рынке, из-за технологий, которых, по сути дела, пока нет особо, да? Как достичь 36%? Куда делать то, что отсортируется? И поэтому и возникает, да? Возникает несоответствие этого красивого слова «экотехнопарк», который скоро может стать ругательным словом, да? Экотехнопарк ШИЕС. Замечательный экотехнопарк. Экотехнопарк Михалий. Тоже хороший экотехнопарк, да? То есть у нас что, не полигон, а не экотехнопарк. Ну, это же надо двигаться в сторону поддержки-то государственной. Будет же законодатель поддержки. Только экотехнопарк – это не свалка. И свалка, она не будет входить. Я надеюсь, что хватит, так сказать, мудрости, чтобы меры поддержки не направлялись на полигоны. Сейчас все ожидают чего? Со страхом, на самом деле, ожидают. Правда, региональные власти с ожиданием такого решения. А когда же наконец-таки заработает реестр тех самых свалок и полигонов, которые могут эксплуатироваться до 2024 года? Теперь возникает вопрос. До 2024 года можно эксплуатировать то, на что нет разрешения, разрешительной документации. Вопрос возникает, да? А после 2024 года мы что будем с этим делать? Рекультивировать 12 триллионов рублей по самым скоровым подсчетам на рекультивацию свалок. А справа цифра. Сколько нужно денег для того, чтобы построить современные комплексы? Те самые индустриальные парки. Почему мы вот этого не считаем? Нет единого подхода. Нет единого подхода для того, чтобы посчитать, в конце концов, и распланировать, а где должны быть эти объекты? У нас линейное движение отходов на объекты обработки и дальше на полигоны. А обратного движения у нас нет. Тех самых материальных накоплений. Да? Сырья. В этом самый главный вопрос. Тех самых объектов, которые мы называем «экентусыриальных парков». Чтобы не только направить отходы для обработки и утилизации, но и создать востребованность этих самых вторичных ресурсов, которые образуются. Мы думаем, что в этом году вторичные ресурсы тоже будут приняты как понятие в законе. Поэтому вот это и есть проблема. Что у нас управление отходами, если бы было бы управление отходами, это было бы хорошо. У нас обращение с отходами идет в резиновую чрезвычайную ситуацию. Режим чрезвычайную работу об этой тематике. Поэтому мы как институт, как Центр экологической промышленной политики, мы как раз смотрим на что? На то, чтобы подойти комплексно. Комплексно оценивая, что может быть сделано в регионе. Что должно быть сделано на федеральном городе. И мы предложили в нашем, так сказать, видении, в нашем подходе к промышленному симбиозу сделать первые экоиндустриальные парки, эти промышленные симбиозы, вокруг всех самых 12 городов. Помните, был снимок города Китокисю японского. Например, там похоже. Только такое было в 60-х годах в Японии. Ну и только в Японии, в Германии тоже было в Дании. То есть это нормальное явление, промышленность развивалась. Как решить этот вопрос? Значит, нужна система. Нужна система, когда понимаем, что каждый экотехнопарк это индивидуальный проект. Он не бывает... То есть есть модельный подход. Но каждый город, каждый проект, он действительно должен быть индивидуальным. И на сегодняшний день, я вот еще раз повторюсь, значит, мы сейчас разрабатываем предложения. Сейчас для Лова-Кузнецка, для Черепоксама тоже давали предложения для Омска и для других городов. А как городов для Челябинска. Почему Челябинск? Потому что Челябинск город попросил с тем самым городом Китокисю японский. И мы надеемся, что тот опыт, о котором было сказано Алланом, да, тот опыт немецкий, он реально будет востребован здесь у нас в России. И не только в отношении твердых коммунальных отводов. Я вот просто специально сделаю акцент на то, что мы, как Центр экологической промышленной политики, сейчас работаем с замечанием проекта тематического интервью обращения с отводами в Российской Федерации. И это важнейший проект. Реально важнейший проект, потому что начав с лучших доступных технологий и сейчас перейдя к твердым коммунальным отводам, вот с моей точки зрения, это хорошая возможность, очень хорошая возможность, чтобы сделать совместный проект. И мы это делаем с коллегами. Игорь Вячеслав Игоревич, руководитель представительства. Здесь находится, она сможет поделиться какими-то деталями по этому проекту. И сейчас в одном из регионов Российской Федерации мы делаем подход, который будет содержать в себе, во-первых, элементы межрегионального сотрудничества. Это Воронежская область. Мы для Воронежского областа совместно с коллегами делаем анализ, который будет предложен руководству Воронежской области. Мы оцениваем возможности организации такого экотехнопарка в Воронежской области с учетом того, чтобы то, что образуется в виде вторичных ресурсов на соседних регионах, в соседних регионах Липецкая, Тамповская, Долгородская области, чтобы они тоже могли заходить на этот индустриальный парк и уже подвергаться там той самой утилизации. Поэтому я думаю, что вот это вот предложение по управлению отводами на примере Воронежской области, оно будет воспринято руководством региона, оно будет воспринято нашими коллегами, которые работают на территории Воронежской области, я говорю о региональных операторах и на сопредельных регионах, в сопредельных регионах работают, потому что без межрегионального сотрудничества невозможно решить, как помните, как построить коммунизм в отдельно взятом государстве, невозможно. И здесь вспоминается очень интересная работа, в которой мне довелось участвовать. Это была модель управления отходами, именно твердыми коммунальными отходами на примере Центрального федерального округа. Мы показали совместно с Межрегионным банком, с компанией КОВИ, мы показали, что можно, имея уже действующую инфраструктуру, оценив, где должны быть расположены объекты инфраструктуры, куда могут пойти эти самые потоки сырья и отходов. Вот что можно сделать в этой ЦФО? И результат следующий, что из 1075 объектов захоронения Кислава, которые были на территории ЦФО в 2015 году, при реализации такой модели могло остаться всего лишь 15 полигонов, куда, после прохождения через технопарки, через площадки перегрузки, мусор, сортировки, это были бы полигоны, где бы захоронилась фракция, которая вообще не востребовалась никакой нигде. Но, еще раз повторюсь, это нужен системный, правильный подход. Потому что, я еще раз повторюсь, я не против, ни в коем случае не против рынка, не против того, чтобы, так сказать, все отдать бизнесу, ни в коем случае. Но сначала государство со своей мировой поддержкой должно сделать серьезный шаг. сделать все для того, чтобы была построена единая система, единая система, которая бы рассчитала, строить нужно здесь. Строить нужно здесь, и завод должен быть такой мощностью. Это то, о чем говорит Копылкин Николаевич. Зачем это делать с федеральным уровнем? Почему не заниматься должны субъекты Российской Федерации? Вы знаете, сколько заводов у переработки ртути находится в Ульяновской области? Ну, это, конечно, ртука подходов такая, скажем так, высокая. Подождите. Подождите. Дождите. Третий, четвертый, пятый. А, значит, объясню еще раз, да? Объясню. У нас загрузка какая сейчас объекта по сортировке? Вы знаете? Ну, если вы задавите вопрос, значит, маленький. 20-25 процентов. А зачем строить еще 220? Объясните мне, пожалуйста. Вопрос, да? То есть, я не говорю, что это все должно быть до транспорта и плечи. Так давайте посчитаем все. Где-то можно сделать подсортировку, да? Мусоро-перегрузку. Я еще раз говорю, надо все считать. Понимаете, вот я прорезду, кто должен считать федеральный уровень на всю Россию? Значит, должен считать, должен считать, вообще, с моей точки зрения, федеральный научно-исследовательский институт. Вот сейчас в НИИ «Экология» поставили, значит, назначен директор, бывшего завестителя министра экономического развития Российской Федерации, Иван Антимович Старин. И, общаясь с ним, я очень надеюсь, что все-таки и экология, на котором лежит задача по реализации у нас проекта, он включится в работу, которую ведем и мы тоже, как Центр экологической и промышленной политики. Понимаете, нужно, нужно, обязательно, нужны научные подходы. Вы говорите, почему не регионы? Вы знаете, вот в той работе, когда мы делали по Центральному федеральному округу, мы работали с институтом геологии. Соси Владимирович, да? Вы знаете, что есть места, где никогда нельзя строить полигоны. В одной простой причине, что это заполоченные местности, что это места, где происходит загрязнение вод и всего-всего прочего, то, что влияет на экологическое состояние. Кто это должен рассчитать? Региональные власти? Значит, надо понимать, куда это все может направляться. И мы тогда показали, что действительно нужно делать полигоны там, где они такие серьезные полигоны. Региональные власти могут этим заниматься с государственной экспертизой. Четко понимать, где чего они все могут делать. Понимаете, мы пытаемся на федеральный уровень забрать все, что называется, как платит у меня бабушка в какой-то квартире за жилищно-коммунальные услуги, заканчивая вопросами утилизации. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни в коем случае. У нас есть какая политика, у нас есть наука. Есть наука. Вот без науки построить систему невозможно. Хорошо. Но уже не в регионах. Поэтому завершая, я хочу сказать, что точка зрения, я думаю, что не только моя, но нужны системные подходы. И экотехнопарки, и экоиндустриальные парки, как объекты комплексного подхода к управлению отводами, они могут стать тем самым системой решений. Спасибо большое. А можно вот вернуться к карте, где территория России вся указана с экотехнопарками? О! Это не экотехнопарки, это города, которые вошли в 12 городов по указу 2004. А где Москва-то? А она вошла в 2004 указ? Нет, я просто задаю вопрос. Вот в Москве скандалы постоянные с областями, которые окружают Москву. Скандал о чем? Куда везти? Куда эксплуатировать? И Москва-то сегодня поднимает вопрос о экотехнопарках-то со своим 3,5 триллионами бюджетом. Поднимаю. Ну и как вот для всех иногда пример это Москва. Вот как в Москве делается, как в Москве все это организовано. В Москве тупо вывозится, где-то что-то сжигается, а в основном все захоранивается. Где? На полигонах. Где? В Подмосковье. В Подмосковье. Да. Значит, теперь был, пожалуйста, Гержанчинский район Владимирской области. Там население не спит, вообще уже гудит по полной схеме, потому что туда направить все хотят. Потоки. Мурманской области потоки, Архангельская область потоки из Москвы. Так а кто договорился, значит, там направление? Я задаю вопрос простой. А Москва-то каким образом сегодня шагает технологической обработки, переработки и утилизация твердокоммунальных отходов из всех сфер жизнедеятельности человека? Андрей Шалович, кто принял решение о вывозе в Архангельскую, в Мурманскую, в Калужскую и во все остальные? Ну и я же принимал решение, и не я. И не я. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Договорился с руководством Москвы. Два губернатора, мы не будем ни в коем случае обвечать никого, но договорились. Они договорились. А почему они договорились? А что ничего другого решения нет? Вы говорите, он решает. Вот они решили. И что? Михали, как они решили? Давайте вспомним, как Михали решили. Очень просто. Увеличили количество людей, которые проживают в Михалях, на 160 человек прописанных. Сменили совет депутатов. Это кто сменил? Местные власти или камни? Так вот, здесь вопрос системный. Сначала, пожалуйста, пусть регионы обязаны решать. Действительно должны решать. Но здесь должна быть, понимаете, вот вопрос. То, о чем мы говорим. Все надо учитывать. У нас проекты, стратегии. У нас куча стратегий. Очень радостно то, что настоящие молодежи все не прочитаешься. Так это вот то, что должны все соблюдать. Но кто-то работает в рамках пространственной стратегии, кто-то работает в рамках других документов, стратегическое планирование. Только счетная палата что написала? У нас и стратегического планирования нет. А что-то вы же читали это, понимали, да? Так вот стратегическое планирование должно быть. Должно быть. А мусорный, мусорных вопросов, оно должно быть тем более. Потому что лично решит вопрос синергии. Вот она синергия, да? Синергия между проектами. Промышленные отходы. Вы знаете, что мы завтра будем об этом говорить? Золошлаковые отходы. Прекрасно применяется в дорожном строительстве. В том числе, они могут быть заменой песку. В тех регионах, которые включились в безопасные качественные дороги. Только песок у нас идут в Кемеровскую область издалека. Вместо того, чтобы применять золошлаки на месте. Это чья проблема? Региона? Или все-таки надо, чтобы научные институты это показали, что, слушайте, да есть технологии. Они применяют более союзные программы применения вторичных ресурсов в строительстве. Об этом надо вспомнить. А не говорить, что вот как у нас всегда все было плохо и все у нас захоронилось. Нет. У нас работала система. И эта система должна работать сейчас. Мне не возражает, что она работает. Мы живем с вами в современной России. И что? И живем. Мы пытаемся выстроить современную модель технологической обработки отходов жизнедеятельности человека. Только надо помнить, что было вчера. Ибо Иваны, не помнящие родства, это же не та история. Да надо помнить, надо помнить. Конечно, спасибо. Хорошо, спасибо вам большое. Я вообще призываю и нашу с вами аудиторию задавать вопросы. И, может быть, по неким вопросам дискутировать. Это совершенно нормальный процесс. И я знаю, что вы на месте всегда готовы ответить. Но вместе с тем много вопросов, конечно, появляется. Кто за что отвечает и почему не создается то, что надо. Но это, наверное, не только в этой сфере экономики. И во многих других сферах экономики те же самые вопросы. Слово «Хочу предоставить Кокотову Борису Владимировичу». У него выступление и деятельность по обращению с отходами в новых нормативных правовых реалиях. Пожалуйста. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Добрый день. Я, не в свою очередь, что называется неудобно-организатор, Я такой у нас неплановый спикер, но у меня активист, неплановый активист, коллеги. Действительно, что у меня по поводу выступления, которое я услышал, у меня возникло несколько вопросов, которые хотелось бы с того, чтобы обсудить, поделиться. Я не очень понял по поводу договоренностей между губернаторами и субъектами. Есть реальные схемы, в связи с обращением сотрудников. Чтобы вы понимали, я занимаюсь экспертенцией, работаю с эрикологией протопользованием. У меня вопрос информативно было регулировано. Это, собственно, на чем сидится, все то, что сегодня я так понимаю, как будет обсуждаться в этой других аудитории. Есть региональные схемы в области обращения с отходами, твердыми коммунальными отходами, которые определяют, каким образом происходит и идет жизненный цикл отходов с момента образования, места образования, места накопления и до момента, когда происходит определенное приятельство обращения с отходами. Поэтому все вопросы связаны с тем, как кто договорился. Мне кажется, это вопрос информативной право-базы, которая сейчас не существует. Если сегодня информативная право-база позволяет в Российской Федерации вносить в ней нейтральную схему, представляя возможность обращаться с отходами с отходами, перевозяйте с новыми к другой сути вопрос информативного право-урегулирования, нам необходимо, видимо, менять правила и ставить те заслоны, которые должны быть определяющими для применения подобных решений. Просто потому, что сегодня никто все-таки не принимает решения так, как хочет. Есть нормативная право-база, она существует с 2015 года, где мы говорим про те изменения, которые произошли, в том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами. И мы все, и как физические лица, которые обращаются с твердыми коммунальными отходами, и как предприятия, которые задействованы в системе обращения с ТКО, начиная с 2015 года, в этой схеме работаем, и, кстати говоря, с 2015 года, с 2020 года, в том числе вступили в силу и в инстинпассию в положение тех федеральных законов, которые принимаются в принципе для того, чтобы можно было наладить и, скажем так, создать эту систему обращения с ТКО, в том числе с ТКО, которая будет эффективна. Вопрос, который я сам себе задал, который хотел бы, чтобы, может быть, вы тоже коллеги обсудили и на пленарном заседании, и вот завтра. Зачем вообще нужны ЭКОТЕХНОПАРКи? Я вот не очень понимаю, кто является потребителем ЭКОТЕХНОПАРКа, как в совокупности предпринимая промышленных объектов, которые будут заниматься обращением с ТКО. Вопрос. У нас сегодня максимально работа бизнеса зарегулирована с точки зрения обращения с ТКО. Сегодня есть региональная операция. Это те организации, которые на уровне субъектов Российской Федерации отвечают за обращенность ТКО завтра. Через год у нас появится федеральная, это уже есть, по обращению с отходами первого и второго класса опасности промышленных отходов. Роль бизнеса в вопросе обращенности ТКО сегодня максимально, или, скажем так, минимально, с точки зрения участия в этих вопросах. Если я правильно понимаю, ЭКОТЕХНОПАРК – это место, где происходит обращение с твердыми коммунальными отходами с точки зрения понимания окончания конечного жизненного цикла отхода. Вопрос. Каким образом стимулированы предприятия сегодня? Мы говорим про предприятия, которые тоже обращаются в ТКО, их образуют и обращаются с ними для того, чтобы они могли быть задействованы в работе ЭКОТЕХНОПАРКа. Как это сделать? Сегодня единственные два способа обращения с ТКО, которые зашли из заказа до 2, либо ты отход можешь у себя ТКО захоронить на собственном полигоне, который находится на смежном семейном участке, который тебе принадлежит, и второй вариант – передать кому-то эти отходы на утилизацию, уже сам не можешь его металлизировать. Такого права у меня нет. Это вопрос о отрегулированности. ЭКОТЕХНОПАРК – это место, куда отходы будут возиться, куда их повезут, куда их будут транспортировать. Дайте предприятиям возможность, дайте им варианты экономического стимулирования обращаться с теми отходами, которые у них есть с точки зрения применения тех мер госрегулирования, которые замечательно прописаны в 7-м федеральном законе об охране окружающей среды, где есть мер и государственной поддержки, и финансовой поддержки, и тех способов, которые могут позволить объектам хозяйственной деятельности быть задействованы в процессе обращения с ТКО, в том числе и, естественно, промышленными отходами. Повторяю еще раз, через год у нас появится федеральный оператор, который будет заниматься вопросами обращения с отходами первого-второго класса опасности. И здесь предприятия будут выведены из системы обращения, со самостоятельного обращения с теми отходами, которые образуются в процессе их деятельности. Поэтому варианты предложения не просто регулировать, создавая технопарки, это замечательно и хорошо, если есть опыт, тем более, международных, зарубежных стран. Давайте дадим нашим предприятиям возможность. Например, есть разные спорты. Давайте оставлять плату за негативное воздействие у предприятия. Пусть на эти деньги, хотя бы, пусть небольшие, но тем не менее, могут быть потрачены на то, чтобы создавать инфраструктуру. Завтра у нас меняется, мы об этом будем говорить, система обращения, значит, в разных родах. Мы, у нас будет целая, как партенарная системы, мутернарная, круглый столб, мы будем обсуждать, а как в разных, новые концепции, приложенные микророды, будем работать. Такая же точная схема. Предприятия фактически отстраняются от работы с отходами, все переносит на государственный уровень, все регулируется специально созданными структурами, которые дальше не будут, как бы, уже самостоятельно заниматься вопросами обращения с отходами. Поэтому предложение, коллеги, давайте рассмотрим вопросы экотехнопарка через призму заинтересованности всех субъектов хозяйственной деятельности, которые должны быть простимулированы к тому, чтобы деятельность в обращении с отходами регулировалась через те потоки, которые были даны в проразии к технопарке. Примеры жизни. У нас есть предприятие, могу вам сказать, называется «Тена Стекло». Я лично в этом предприятии несколько раз находился на границе Московской и Калужской области. Чем занимается предприятие? Принимается стеклобой отход. Без стеклобоя делать готовую продукцию. Шум и завяз. Вопрос, коллеги, вам. Как вы думаете, на какой объем рассчитан те мощности, которые были, было, это причем, что предприятие максимально, значит, технологично было построено, в том числе, там, дастся с каким-то нанотехнологиями и так далее. 50 тысяч тонн переработка стеклобоя в год. Сколько я перерабатываю, знаете? 20 тысяч тонн, не потому, что нет стеклобоя, а потом нужно медленно сбывать готовую продукцию. Ту самую шумную залязь, которую они делают, потому что потом уже появилась на рынке. Вопрос, почему нет мер госстимулирования для того, чтобы круг замкнулся, отходы были образованы, а у них были переданы для обработки, дальше в рамках обработки, сортировки. Затем утилизация. И утилизатор, который обращается с отходами, должен иметь возможность сбывать готовую продукцию, которая уже дальше поступает на рынок. Нужны мер господдержки. А почему они могут брать? Потому что рожидение покупает шумоизоляцию. Проще купить это, там, за, значит, более дешевую стоимость, как бы нормальную, но обычно шумоизоляцию не ту, которая сделана из отходов. Поэтому здесь вопросов много, коллеги, предложение. Понятно, что не в свою очередь, что называется, но, забегая вперед, хотел бы предложить обсудить и здесь, на пленарном заседании и, значит, на круглых столах вопросы максимального задействования бизнеса в сфере обращения с отходами. Дать возможность или предложить государству все-таки не регулировать обращение с отходами только путем создания российского экологического оператора. Вы знаете, вопрос был задан, значит, а кто сегодня занимается обращением с отходами? Есть такая структура, российские экологические операции. Та структура, которая в рамках нацпроекта экологии будет заниматься и организовывать вопросы обращения с отходами с лучшим субъектом Российской Федерации. Но вопрос, а как бизнес, как, ну, здесь торгово-промышленная баланса, а задача ДПП в том, что изучать интересы тех представителей бизнеса, которые занимаются специально в том, что я узкой направленность обращения с отходами. Как сделать так, чтобы представители бизнеса были задействованы и стимулированы с точки зрения обращения с отходами? Мне кажется, то, что необходимо обсуждать. А вопросов много. Это вопрос к конечному учету области обращения с тобой. Сегодня, я знаю, во всей Российской Федерации есть проблема взаимодействия с образователями отходов, с реальным операторами, вопросов ведения коммерческого учета. Вы знаете о том, что есть два способа ведения получета. Это либо по нормативному накоплению, которое несправедливое. По многим субъективным разом, потому что они учитывают конкретные особенности ведения бизнеса различных хозяйствующих субъектов. Есть проблема ритейла, которые никак не могут как бы выйти, но нормальные адапты, которые занимаются сортировкой первичной обработкой. Есть проблема представителей тех, кто выпускает ромбок с упаковки. Есть свои проблемы у каждого. Поэтому я предложу на следующие. Все-таки направить. Я понимаю, что итогом совещания будет, видимо, какой-то документ, который будет предложен в качестве итога работы. Я бы предложил все-таки внутри этого документа определить те аспекты участия бизнес-сообщества в вопросах обращения с твердыми коммунальными отходами и промышленными отходами. А тут недавно, буквально перед Новгодом, появилась интересная информация, что, по-моему, какая-то структура государственная река, по-моему, просто тебе предложила, а давайте создадим еще и оператора по обращению с отходами третьего, значит, пятого класса опасности промышленного. Давайте у нас будет три оператора или оператора всех ситуаций. Один занимается такого, второй занимается первым классом опасности, и третий занимается третьим, пятым классом опасности. То есть максимальное регулирование деятельности, которое не предполагает, по сути, место для хозяйства субъектов. Это неправильно. Надо, наоборот, сделать так, чтобы хозяйший субъект занял место в этой системе. Этихнопартика, как я понимаю, только эта работа. Должны быть как раз витэссенции, значит, и государственного регулирования, естественно, как бы мер экономической мотивационной, в поддержку тех, кто обращается с отходами. Олег, как вы видели, вы на предприятии занимались стивилизацией, как кто-нибудь был, что-то сегодня предприятие, предприятие с отходом. Это заброшенная в гарь. Это там грязь. Это нет денег, понимаете? Поэтому, когда мы говорим проехать технопарки, как я так понимаю, город будущего и счастливый, как-то надо иметь в виду, что эта отрасль слоя не существует, она как-то работает. Она выводится из тени, в общем, между прочим, с помощью роба. Надо сделать так, чтобы все участники этой деятельности себя прочувствовали в ней, как бы, нужным элементом. Это же задача рекоператора. Не только нет. Слушайте, рекоператор – это структура, которую вспомнить не имеет, даже иногда, во многих случаях. Но зато она все деньги собирает в регионе. Очевидно. Не очевидно, а все потоки туда направили. А виноваты везде управляющие организации. В рамках тарифа, коллеги, я еще раз говорю, что вопрос конкретный, место и роли тех, кто участвует в вопрос обращения с отходом. Если мы будем, мы поймем, что вопросы обращения не могут просто регулировать, знаете, нас проектом экология, или нам просто, значит, запретом что-то вывозили за корами и так далее, мы должны понимать, что кроме мотивации, доходящей субъекта ничего быть не можем. Запреты, понятно, как бы, да? Тебе сказали, ты этого не делаешь. Но это не стимул к развитию, как бы, экономики. Не стимул к развитию, как бы, к собственному пониманию места. Задача, все-таки, это комплексный подход. Должны быть мотивации, должны быть запреты. Естественно, как бы, должно быть и участие в этих технопарках, как бы, всех сторон, да, вот, этой деятельности с точки зрения, ну, четко будет в плене хранения. Если вкратце скажем. Не, очень хорошо вы все говорите. И я понимаю, что у нас в Минокомовом развитии только полторы тысячи человек работает. Еще в Минприроде, наверное, человек 500 работает. Мы говорим, что они вместе с институтами, которые, что они этого не понимают, вот, всего этого процесса, всего этого снежного кома, который... Я думаю, что, я думаю, что все все понимают. Просто, видите, в чем дело. У нас, к сожалению, мы работаем по управлению. Скажем, такой, найти немножко революционную ситуацию, в этом смысле, да, у нас ограниченный период времени, вот, в рамках этого периода времени у нас нет, как я понимаю, почему-то, значит, время не рвается. Мы должны, как бы, пройти, какой-то, вот, период времени почему-то очень быстро. Научиться рев, как бы, да. Но, мне кажется, так не бывает. Понимаете? Для того, чтобы, ну, конечно, какую-то адекватную схему обращения с твердыми коммунальными отходами, в принципе, обращения с отходами необходимо, чтобы были поставлены понятные задачи, и задачи не на 5 лет, а на 10-летие. Понимаете? Еще раз повторяю, без среднего бизнеса, без малого бизнеса, в этой сфере, работа, но и задачи, выполненно, быть не могут. Понимаете, есть участники рынка. Люди зарабатывают деньги. Да, но что-то это делают неправильно, потому что их к этому не приучили, их к этому не научили. Надо им создать условия, при которых обращение с твердыми коммунальными отходами и отходами вообще для них станет понятно. Понимаете, наши правила и вы меняете. Но у нас, начиная с 2015 года, было введено, вы знаете, коллеги, категорирование объектов, оказывающих негативность в крови среды. Знаете, что, например, объекты по утилизации отходов это объекты первой категории. Почему? Вопросы критериев и те, кто их эксплуатирует, должны сегодня заниматься оформлением комплексного экологического разрешения. Это целый процесс, который до сих пор сегодня урегулирован. Это вопрос, помню, чем нормативного регулирования деятельности участников рынка. Поэтому здесь, как бы, нет времени, это очень долго обсуждать. Наверное, завтра это время будет. Вот я хотел просто повторяю вас обратить внимание, что комплексный подход, нормативное правоорегулирование, значит, практика правоприменения, позиции госорганов, роль самих участия в хозяйстве деятельности во всем этом процессе, все это могут быть в итоге слагаемым успехом. Но если это просто ограничится госрегулированием, запретами, указаниями на цели полагания, которые непонятны бизнесу, то, конечно, на мой взгляд, успеха быть не может.